Издательство Эксмо. Джордж Оруэлл, дочь священника. Часть первая. Глава первая. Будильник на комоде разорвал предрассветную тишину, выдернув Дороти из глубин путаного тревожного сна, и она легла на спину, чувствуя себя совершенно разбитой, и вперилась в темноту. Будильник упрямо надрывался, словно заходясь в истерике, и мог продолжать так минут пять, если его не выключить. Вместе с ломотой во всем теле на Дороти навалилась коварная презренная жалость к себе, нередко одолевавшая ее по утрам, и она натянула на голову одеяло, укрываясь от ненавистного трезвона. Но вскоре преодолела слабость и, по привычке, сурово отчитала себя во втором лице. Ну-ка, Дороти, подъем! Нечего разлеживаться! Притчи, глава шестая, стих девятый. «Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего» — книга притчей Соломоновых, синодальный перевод. Затем, спохватившись, что трезвон разбудит отца, и, вскочив на ноги, схватила с комода будильник и выключила. Она намеренно ставила его на комод, тем самым вынуждая себя встать с кровати. Не зажигая огня, она опустилась на колени и прочла «Отче наш», но без должного чувства, не в силах отвлечься от мерзнувших ног. Было всего полшестого, и для августа холодновато. Дороти, Дороти Хейр — единственный отпрыск его преподобия Чарльза Хейра, ректора прихода святого Этельстона, что в Найпхиле, в Суфолке. Надела видавшие виды байковый халат и пошла ощупью на первый этаж. Чин ректора в англиканстве, весьма солидный в прошлом, утратил свой статус к началу XX века и вскоре был упразднен. В зябком коридоре пахло пылью, влажной штукатуркой и жаренными окунями со вчерашнего ужина, а из комнат по обе стороны доносился храп на два тона. Ректора и Эллен, домработницы. Дороти прошла по стенке на кухню, помня о столе, который подлым образом растягивался в темноте и бил ее в бедро. Зажгла свечку на каминной полке и, превозмогая ломоту, присела и выгребла залу из очага. Растопка кухонного очага была адовой задачей. Изогнутый дымоход давно забился сажей, и огонь приходилось взбадривать чашкой керосина, словно пьяницу утренней порции джина. Поставив греться в воду для отцовского бритья, Дороти вернулась наверх и стала набирать себе ванну. Из комнаты Эллен все так же раздавался могучий храп. Девкой она была работящей, но из той породы, какую ни один черт со всеми своими ангелами не поднимет раньше семи. Дороти набирала ванну тонкой струйкой. Открыть кран побольше она не смела, чтобы не разбудить отца, и смотрела на блеклую, неприветливую воду. Все тело ее покрылось гусиной кожей. Она терпеть не могла холодные ванны, и поэтому взяла себе за правило принимать их с апреля по ноябрь. Попробовав воду рукой, ужас, какую холодную, она стала привычно наставлять себя. «Ну же, Дороти, вперед! Пожалуйста, не трусь!» Она решительно шагнула в ванну, села и всем телом погрузилась в ледяную воду до самых волос, завязанных в узел на затылке. Через секунду встала, дрожа и хватая ртом в воздух, и сразу вспомнила, что положила памятку в карман халата, намереваясь прочитать. Она достала памятку и, перегнувшись через край ванны по пояс в ледяной воде, стала читать в свете стоявшие на стуле свечки. Памятка гласила. Семь часов. С. П. Миссис Т. Дитё. Надо зайти. Завтрак. Бекон. Надо спросить отца. Деньги. В скобках Е. Спросить Эллен. Состав тоника отца. Нота Бенны. Спросить Соул Пайпа. О. Материали для занавесок. Звонить Миссис П. Вырезка из Дейли М. Чай из Ангелики от ревматизма. Мозоль-пластырь. Миссис Эл. Двенадцать часов. Репетиция Карла Первого. Нота Бенны. Заказать полфунта клея, одну банку алюминиевой краски. Обед. Зачеркнуто. Ланч. Разнести церковный журнал. Нота Бенны. Долг за Миссис Ф. Три шестых П. Четыре тридцать. Вечерний чай в Эс. Материал не забыть занавески. Два с половиной ярда. Цветы для церкви. Нота Бенны. Одна банка Чистоля. Ужин. Яичница. Печатать проповедь отца, что с новой лентой для пишущей машинки. Нота Бенны. Полоть горох в юнок. Ужас. Карл Первый. Тысяча шестисотый. Тысяча шестьсот сорок девятый. Король Англии, Шотландии и Ирландии. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали гражданскую войну, буржуазную революцию в Англии и восстание в Шотландии и Ирландии. Дороти вылезла из ванны, и пока обтиралась полотенцем, размером с носовой платок, у ректора никогда не водилось приличных полотенец. Волосы откололись и упали ей на ключицы парой тяжелых прядей. Пожалуй, к лучшему, что отец запрещал ей стричься. Ведь волосы, густые, мягкие и необычайно светлые, составляли всю ее красоту. Ничем другим Дороти не выделялась. Роста среднего, довольно худощавая, хотя крепкая и стройная. Но лицом не вышло. Лицо ее, узкое и бледное, с блеклыми глазами и длинноватым носом, было вполне заурядным. Возле глаз уже наметились гусиные лапки, а линия губ в обычном положении выдавала усталость. Не сказать, чтобы типичная старая дева, но такая участь была для нее вполне ожидаема. Тем не менее, люди, мало знавшие Дороти, обычно давали ей меньше лет, чем в действительности. Ей шел 28-й год. Такое детское усердие читалось у нее во взгляде. Имелись также особые приметы в виде красных точек на левом предплечье, наподобие укусов насекомых. Надев халат, она стала чистить зубы. Разумеется, без пасты. Только не накануне СП. Тут не могло быть двух мнений. Либо постишься, либо нет. В этом она соглашалась с рима-католиками. Однако строенная цепочка мыслей прервалась, и Дороти, пошатнувшись, отложила зубную щетку. Внутренности ей скрутил внезапный, отнюдь невоображаемый спазм. Она вспомнила с тягостным чувством осужденного человека, забывшего за ночь свой приговор. Счет от мясника, каргела, ожидавший уплаты уже семь месяцев. Этот ужасный счет, там могло быть фунтов девятнадцать, если не все двадцать, уплатить который не представлялось возможным. Был едва ли не главным мучением ее жизни. В любой час ночи или дня он словно караулил ее за углом, готовый наброситься на нее и терзать. А вслед за этим счетом в памяти всплыли и счета помельче, складываясь в общую сумму, о которой Дороти не смела и думать. Невольно она взмолилась. «Господи, прошу, пусть каргел не присылает счет сегодня!» Но тут же подумала, что молиться о таком — суета и кощунство, и попросила у Бога прощения. Надеясь забыться работой, она надела халат и поспешила на кухню. Огонь, как обычно, потух. Дороти снова растопила очаг, пачкая руки золой, плеснула керосину и с тревогой ждала, пока чайник закипит. Отец предпочитал, чтобы воду для бритья ему подавали к четверти седьмого. Дороти поднялась наверх с кружкой воды, подумав, что опаздывает всего на семь минут, и постучалась к отцу. «Входи, входи!» — произнес приглушенный ворчливый голос. В комнате, плотно занавешенный, стоял спертый мужской дух. Ректор зажег свечку на прикроватной тумбочке и лежал на боку, глядя на свои золотые часы, только что извлеченные из-под подушки. Волосы у него были белыми и пушистыми, точно пуха дуванчика. Заметив дочь, он недовольно покосился на нее через плечо. «Доброе утро, отец!» «Я бы хотел, Дороти!» — прошамкал ректор. Без вставной челюсти разобрать его речь было непросто. «Чтобы ты трудилась поднимать Эллен по утрам?» «Или сама была чуть более пунктуальна?» «Я так сожалею, отец. Огонь на кухне все время газ». «Хорошо. Поставь крошку на столик. Поставь и раздвинь шторы». Уже совсем рассвело, но было пасмурно. Дороти поспешно вернулась к себе в комнату и оделась с молниеносной скоростью, как делала шесть дней в неделю. Комнатное зеркало было совсем маленьким, но Дороти почти не пользовалась им. Она надевала на шею золотой крестик, простой крестик, без всяких католических распятий, завязывала волосы узлом, небрежно воткнув в них несколько заколок, и натягивала одежду — серую кофту, потрепанный твидовый костюм, чулки, слегка не в тон костюму, и поношенные коричневые туфли — за пару минут. Еще ей предстояло навести красоту в столовой и в отцовском кабинете перед тем, как идти в церковь, а кроме того прочесть молитвы в преддверии святого причастия, что занимало не меньше двадцати минут. Когда она выкатывала из калитки велосипед, утро еще не распогодилось, и трава сверкала росой. Сквозь туман, окутывавший холм, смутно вырисовывалась церковь святого Этельстона, словно таинственный истукан, а ее единственный колокол мрачно тянул — бум-бум-бум. Вот уже три года, как звонил только один колокол, а семь других были сняты и медленно продавливали пол колокольни. Издалека, ниже по склону, доносился настырный звон из римокатолической церкви, также скрытый туманом. Ректор святого Этельстона сравнивал этот скверный, дешевый жестяной звон с буфетным колокольчиком. Дороти села на велосипед и стремительно поехала на холм, налегая на руль. Тонкий нос у нее прозовел от холода, над головой просвистел невидимый в сером небе травник. «Ранней зарей вознесу я хвалу тебе». Прислонив велосипед к кладбищенской калитке, Дороти заметила, что руки у нее серые от золы, и, присев, дочисто оттерла их о высокую влажную траву, росшую между надгробий. Колокол смолк, и она стремглав бросилась в церковь, заметив, как по проходу шагает в обтрепанной рясе и здоровых башмаках звонарь, прогит, пробираясь к своему месту в боковом пределе. Церковь, большая и обветшалая, непомерно большая для столь скромной общины, казалась почти пустой. Внутри была холодрыга, пахнувшая свечами и вековечной пылью. Три узких скамьи, стоявших поодаль друг от друга, едва занимали половину нефа, а дальше простирался голый каменный пол, на котором виднелось несколько истертых табличек, отмечавших древние могилы. Крыша над алтарной частью заметно просела. Рядом с ящиком для пожертвований лежали два куска источенной балки, наглядно обличая заклятого врага христианского мира, жука-могильщика. Сквозь подслеповатые окошки сочился тусклый свет, а за южной дверью, настежь открытый, топорщился кипарис, и чуть покачивались ветви липы, серые в пасмурную погоду. Как и следовало ожидать, явилась единственная прихожанка, старая мисс Мэйфилл из усадьбы Гранж. Паства по будням отлынивала от святого причастия, и ректор даже не мог набрать себе служек, кроме как по воскресеньям, когда мальчишкам нравилось щеголять в сутанах и стихарях перед прихожанами. Дороти заняла место на скамье позади мисс Мэйфилл и, в покаянии за один вчерашний грех, отодвинула подушечку и встала коленями на каменный пол. Служба началась. Ректор в сутане и коротком полотняном стихаре читал молитвы с короговоркой, довольно разборчиво, благодаря вставной челюсти, однако весьма сурово. На его брезгливом стариковском лице, бледном, точно истертое серебро, читалось выражение отчужденности, едва ли не пренебрежения. «Это подлинное таинство», казалось, говорил он, «и мой долг совершить его перед вами. Но помните, что я вам не друг, а только священник. По-человечески я к вам симпатий не питаю и знать вас не желаю». Неподалеку стоял звонарь Прогет, средних лет, с напряженным красным лицом и курчавыми седыми волосами. Он внимал ректору бездумно и ревностно, вертя в красных ручищах алтарный колокольчик. Дороти прижала пальцы к глазам. У нее никак не получалось сосредоточиться. Из головы не шла мысль о счете Каргела. Молитвы, известные ей наизусть, вылетали в одно ухо и вылетали из другого. Она подняла глаза, и взгляд ее стал блуждать по всей церкви. Сперва наверх, к обезглавленным ангелам под крышей, принявшим на себя гнев ревностных пуритан. Затем обратно к затылку мисс Мэйфил под шляпой-пирожком и болтавшимся агатовым сирькам. На старухе было длинное черное пальто с засаленным каракулевым воротничком, ни разу не менявшимся на памяти Дороти. Материал, весьма причудливый, напоминал муаровый шелк, только более грубый, с хаотичными извивами черного канта по всей площади. Возможно, это был легендарный, вошедший в поговорку «черный бомбозин». Мисс Мэйфил была очень стара. Настолько, что иначе, как старухой, никто ее не помнил. От нее исходил слабый букет запахов, одеколона, нафталина и отдушки джина. Дороти вынула из лацка на пальто длинную портновскую булавку и, прячась за спиной мисс Мэйфил, всадила себе в предплечье. Ее плоть постыдно сжалась. Всякий раз, когда она ловила себя на том, что молится рассеяно, она до крови колола себе руку. Так она добровольно приучала себя к дисциплине, спасаясь от непочтительности и кощунственных мыслей. С булавкой на готове Дороти смогла молиться более осознанно, правда, недолго. Отец неодобрительно скосил темный глаз на мисс Мэйфил, периодически крестившуюся, чего он не одобрял. За стенами церкви черекнул скворец. Дороти оторопела отметила, что отчеславно любуется отцовским стихарем, который сама ему сшила два года назад. Стиснув зубы, она вогнала булавку в руку глубже прежнего. Снова встали на колени. Читалась общая исповедь. Дороти вновь отвлеклась. Теперь на винтажное окно справа изображавшая по эскизу сэра Уорда Тука, члена Королевской Академии, созданному в 1851 году святого Этельстона, приветствуемого у райских врат Гавриилом с ангельским воинством. И каждый ангел был вылитый принц-консорт. И снова всадила булавку. Имеется в виду муж королевы Виктории, 1819-1901. Принц Альберт, 1819-1861. Внимание было восстановлено, и фразы молитвы стали восприниматься куда более осознанно. Однако на словах «посему мы с ангелами и архангелами», когда Прогет звякнул колокольчиком, Дороти снова пришлось прибегнуть к булавке, поскольку ее, как всегда, в этом месте стал разбирать смех. Ей вспоминалась история, рассказанная когда-то отцом, о том, как он был слушкой, и язычок алтарного колокольчика отвинтился. А священник, заслышав неладное, обратился к нему в самый разгар словословия. «Посему мы с ангелами и архангелами и со всеми силами небесными словословим светлое имя твое, много ж до тебя благодаря и говоря, прикрути язык, болван ты этакий, прикрути!» После освящения святых даров мисс Мэйфилл с превеликим трудом поднялась с колен, напоминая деревянную марионетку, запутавшуюся в своих суставах. Каждое движение сопровождалось усиленным запахом нафталина и жутким скрипом, вероятно, от корсета старухи, звучавшим точно хруст костей, так что воображение рисовала под черным пальто высохший скелет. Дороти не сразу встала. Мисс Мэйфилл ковыляла к алтарю, с трудом переставляя ноги. Она еле ползла, но гневно отвергала любую помощь. На ее древнем бескровном лице выделялся большой, вечно приоткрытый рот. Нижняя губа, отвисшая с возрастом, открывала влажную десну и ряд вставных зубов, пожелтевших точно клавиши старого пианино. На верхней губе, в бисеринках пота, темнели усики. Другими словами, ее уста не внушали симпатии. Никому бы не понравилось пить с ней из одной посуды. И вдруг с губ Дороти сами собой, точно внушенные нечистым, слетели слова. «Господи, не дай мне пить из чаши после мисс Мэйфил». В следующий миг, ужаснувшись этой святотатственной слабости на ступенях алтаря, она пожалела, что не откусила себе язык. Она снова взяла булавку и так отчаянно вонзила в руку, что едва не вскрикнула от боли. Затем она подошла к алтарю и покорно опустилась на колени слева от мисс Мэйфил, оставив за ней право пригубить чашу первой. Стоя на коленях, понурив голову и сложив ладони, Дороти собралась по-быстрому прочитать покаянную молитву, пока отец не подошел к ней с обладкой. Но мысли ее пребывали в таком смятении, что эта задача оказалась ей не под силу. Губы ее шевелились, но ни сердцем, ни умом она не участвовала в молитве. Она слышала шарканье башмаков прогито и четкие тихие слова отца «возьми и вкуси». Видела истертую материю красной ковровой дорожки, на которой стояла коленями, вдыхала пыль и запах одеколона с нафталином, но была не в силах устремиться мыслями на плоть и кровь Христову, ради которых и пришла сюда. Разум ей застлала мертвящая пелена. У нее возникло ощущение, что она просто не может молиться. Она отчаянно попыталась собраться с мыслями, механически бормоча слова молитвы, но в них не было толка, не было смысла. Одна лишь словесная шелуха. Отец держал перед ней обладку в своей изящной сухопарой руке двумя пальцами, брезгливо, словно ложку с лекарством. Взгляд его был направлен на мисс Мэфил со скрипом согнувшейся вдвое точно гусеница-педеницы и так рьяно крестившейся, что оказалось, будто она молюет узоры на своем пальто. Несколько секунд Дороти не могла заставить себя взять обладку. Просто не смела. Уж лучше, куда как лучше совсем остаться без причастия, чем принять его с таким сумбуром в мыслях. Но тут, краем взгляда, она заметила открытую южную дверь. Облака разошлись, луч света залил кроны лип и расцветил ветку, нависавшую над дверью, неописуемой зеленью, зеленее любых нефритов, изумрудов и вод Атлантики. Дороти словно узрела чудесную драгоценность, озарившую на миг дверной проем зеленым сиянием, и из сердца ее захлестнула радость. Спышка живого цвета непостижимым образом наделила ее присутствием духа, благоговением и любовью к Богу. Зеленая листва вернула ей умение молиться. О, вся жизнь зеленая и земная, пой хвалу создателю! Дороти стала молиться. Ревностно, радостно, самозабвенно. Обладка таяла у нее на языке. Приняв серебряную чашу из рук отца, на кромке которой виднелся влажный след губ мисс Мэйфил, она отпила из нее без малейшей брезгливости, приветствуя такое самоуничижение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok